Приветствую вас, Руслан. Сложно не согласиться с коллегой, который вам ответил на ваш вопрос. Давайте обо всем по порядку. Я женат, но отношения с женой сошли на нет. Значит, из-за чего ваши отношения с женой сошли на нет. Вот в таком ключе немножко посмотрим на ситуацию. Из-за чего? Из-за чего с вашей женой отношения сошли на нет. Ну, какие-то там у вас, может быть, были проблемы, какие-то, может быть, были у вас трудности с женой вашей. Может быть, какие-то были разногласия между, ну, между вами и вашей женой. То есть, вот, эм, как это все, на мой взгляд, нужно поисследовать отношения с, ну, с супругами или между супругом с супругами на нет просто так, наверное, все-таки не сходят. То есть, есть, эм, есть какая-то вот, эм, ну, есть какая-то причина. Вот. Понимаете? Да, наверное. О чем идет речь? Дальше. 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 Держит дети семейные ценности, которые родители нам прививали с детства. Ну, вы знаете, я не могу, честно говоря, с уверенностью сказать, что вас держат семейные ценности. Потому что то, как вы взаимодействуете с, эм, девушкой другой, и то, как вы взаимодействуете с, э, своей женой, ну, как-то, вот, мягко говоря, не предполагают. Считать, что вы, э, э, ну, придерживаетесь, э, семейных ценностей. Вот. Потому что семейные ценности все-таки это когда, э, э, главным является семья. Вот. Ну, то, что для вас, э, э, главным, э, главным, э, является семья, э, на мой взгляд, здесь подвержено сомнению, ну, можно подвернуть сомнению этот момент. Вот. Мне так видят, по крайней мере, по крайней мере, ну, это ситуация. Вот. Дальше. Значит, э, э, ради детей и семейных ценностей, получается, вы находитесь, э, э, в отношениях, которые вам не совсем подышат. Вот. Так, это вопрос. Считает, считает, считаете ли вы, например, э, что, э, дети, ну, ну, ваши дети, э, достойны того, чтобы, э, э, скажем, ну, скажем так, э, чтобы, э, терпеть такой вот, э, э, ну, достаточно холодные отношения между, между родителями. Вот. Это не обвинение вас, как может показаться. Это не обвинение. Это именно вопрос. То есть, семейные ценности, ради семейных ценностей, получается. Полгода назад я познакомился с девушкой в летнем кафе. Проявил знаки внимания, но когда первый раз приказнулся в такой руке, я подтверждал, что, что это до более родного. Эм, а почему вы проявили знаки внимания? То есть, а жена? Во, ваша? Как же? Э, то есть, вот вы видите, э, развитие наших отношений с девушкой в контексте жены, получается. То есть, от жены вы уходить не собираетесь, э, разводиться с женой вы не собираетесь тоже, потому что, э, э, для вас главные семейные отношения, э, семейные ценности. Но, но с другой девушкой при этом взаимодействовать вполне себе можно. Так, получается. Это странно. Потому что, в данном случае, по факту, это означает, что вы не определились. Может быть, вы боитесь перемен. Может быть, вы сейчас понимаете, что следовали тем ценностям, которые не совсем, э, ну, не совсем, ваши, то есть, вот, не совсем это те ценности, которые, э, ну, именно, именно, вот, вам важны. Не совсем это те ценности, которым вы хотели бы следовать. Дальше, э, приколкнулся, значит, к руке, э, девушке впервые, и почувствовал что-то родное. Ну, вот, э, что это родное, да, это тоже, конечно, такой вопрос, что именно родное вы почувствовали, да, и, как вообще говоря, это родное вы для себя, ну, понимаете, что ли? Вот, вот это, такая очень, э, тонкая и важная история. Потому что, слишком быстро, на мой взгляд, вы почувствовали, что бы растет родное, с этой девушкой. В последнее некоторое время она поехала отвозить подругу домой, и я бы просил привезти мне кофе в 5 утра. Тут вот непонятно, шмайлик, вы поставили, куда привезти кофе, ну то есть где, по 40 минут даже ранее она приехала. Потом же закрутилась, прогулка, бессонные ночи, ссоры, примирение, из-за чего ссоры и как проходили примирения, то есть были ли какие-то выводы сделаны из примирения, были ли какие-то корректировки внесены в поведение. Спустя 4 месяца что-то резко мне изменилось, стал меня игнорировать, но это нормально, она понимает, что вы не ее. Ссылается на работу и уход за сыном и матерью, кормили в семье. Потом я не понимая ситуацию стал давить объяснить причину. Разве не понятно причина? Я не хочу больше общаться, было написано, меня никто не мил, не появился, ни в чем минало, а потом заблокировал в WhatsApp. Спустя некоторое время разблокировал, а я пишу и не отвечаю. А зачем пишите? Так уже продолжается 2 месяца, то блокнет, то разблок, начал дарить цветы, подарил мишку большого. Ну собственно здесь вопрос моего коллеги, да, какова цель и как вы видите вообще дальнейшее развитие отношений. В WhatsApp я скинула фото, мне Мишки Цветов написал, что надо встретиться, 2 дня не получалось, в редких беседах проскакивалось на нее, только сейчас дожило, что я женат. И как вы это воспринимаете? Я включил ее семью и знаком с сыном матери, бывал дома и у них ужинал. И что? Я одно не могу понять. Женщина, которая на басне целовала руки и говорила люблю, ради меня жертвовало всем, как так получилось. Но человек начал думать о себе, Руслан. Что сломалось в ней? Надежда на то, что она будет вместе с вами полноценно. Скажите, пожалуйста, можно ли ее вернуть, если дарить 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 цветы? Вернуть можно, если вы наконец решите что-то делать со своей женой и разведетесь. Оказывается, я ее люблю, я уверен, что она тоже не такая. А почему тогда вы с другой женщиной? Видимо, честа ревности тоже в ней сильная. Жду ответа. Спасибо. Надеюсь, я вам помог, но по факту вам нужно разобраться в себе и своей семейной жизнью в первую очередь. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.